Доброе утро! Вы смотрите итоговую программу Вести Ульяновск и в первой части выпуска. Проект, который выгоден всем, но как его воплотить, не нарушая правила таможни? Об этом шел разговор с участниками портовых экономических зон при Волжии. Педагоги в креативе и новом восприятии образовательного процесса. В преддверии учебного года в Ульяновске прошел мегафорум для учителей. Такого разнообразия методик еще никто не предлагал. Честь и справедливость как залог долгой жизни и всеобщего уважения. Народный судья отмечает юбилей и вспоминает яркие моменты своей службы. В Ульяновске прошло совещание по развитию особых экономических зон в Приволжии. Кроме руководителей и резидентов в портовых территориях были еще и представители таможенной службы. В Приволжском федеральном округе четыре особые экономические зоны. Две из них в Татарстане, одна в Самаре и вот наша Ульяновская. В целом потенциал проекта при условии реализации в полном объеме заявленных планов позволяет привлечь на территории зоны до 100 компаний с персоналом почти в 20 тысяч человек. Инвестиции частных компаний мы оцениваем на сумму более 60 миллиардов рублей. Отчисление в казну составит почти 20 миллиардов рублей, потянется вверх и социалка. И вот на днях произошла реорганизация Ульяновской экономической зоны. Раньше это был филиал огромной компании, а теперь ее дочернее предприятие. Это дает нам возможность гораздо более быстро согласовывать условия реализации инвестиционных проектов резидентами, быстрее проводить конкурсные процедуры по строительству объектов инфраструктуры. На совещании отметили уникальность портовой экономической зоны. Она рядом с воздушным пунктом пропуска. Грузы придется оформлять на их стыке, а значит у таможни другие условия работы. На них накладывается несовершенство законодательства, и губернатор предложил создать в этом плане координационный орган. Включить в его состав представителей резидентов, представителей региональных властей, руководителей особых экономических зон, и, конечно, ваших коллег из таможенных органов. И это, на мой взгляд, позволит достаточно быстро наладить прямой диалог, оперативно выявлять проблемы в области таможенного регулирования. Новый орган будет работать при окружном таможенном управлении. Он сможет аккумулировать предложения по изменению таможенного законодательства. Многие поправки также смогли бы инициировать областные депутаты. А еще на этой неделе губернатор провел встречу с предпринимателями, на которые было принято решение о создании рабочей группы по поддержке бизнеса, решению проблем с административными барьерами и другими насущными вопросами предпринимательства. В рабочую группу войдут представители бизнеса, общества и власти. Ну, у предпринимателей сейчас появляется достаточно много вопросов по местоплощадкам, по размещению своих, так сказать, производственных мощностей. Поэтому по закону у нас вроде все, так сказать, хорошо и гладко. Ну, в принципе, вот эта рабочая группа будет решать те вопросы, которые не решаются быстро и эффективно. Это наша инициатива, общественников, предпринимателей, потому что мы столкнулись с такой проблемой, что когда приходит новая какая-то идея по институционному проекту, для внедрения ее в жизнь, ну, это часто связано с землей, с оформлением всех документов, уходит года. Глава региона отметил, что важным аспектом в развитии предпринимательства является преодоление бюрократических барьеров. Потому и предложил комиссии совместно рассматривать варианты изменения в законодательстве, которые помогут избегать эти препятствия. Кроме того, Сергей Морозов подписал распоряжение, согласно которому чиновники, нарушающие права предпринимателей и намеренно препятствующие развитию бизнеса на местах, будут нести персональную ответственность. В Ульяновске на этой неделе стартовал педагогический образовательный форум под названием «Вместе в будущее». Первым этапом встречи педагогов стала интерактивная выставка инновационных методик в обучении. Она была поделена на шесть тематических зон. Первая представила профобразование, вторая ориентировала посетителей по всем другим площадкам, знакомила с регламентом, содержанием, форматом выставочных территорий. Такой вот навигатор. Третий сектор посвятили молодежным волонтерским проектам. А вот на четвертой зоне работал свободный микрофон, благодаря которому можно было поделиться идеями со своими коллегами. Пятая площадка представляла медийную выставку воспитательных проектов, а вот шестая была посвящена дошкольному образованию. На ней воспроизвели детский сад, в квартире в натуральную величину. Очень удобно, чтобы наглядно проводить мастер-классы. Мы смогли переложить наши программы на интерактивный вариант. И сделали несколько игр, которые будем использовать в работе с детьми. Тему дошкольного образования на форуме продолжил и председатель ЗАГСобрания Анатолий Бакаев. В качестве ректора педуниверситета ему довелось курировать разработку новых программ для педагогов, в том числе и этого звена. Я сегодня вижу, что у нас в Ульяновской области есть интересный опыт. Интересный опыт интерактивной доски. Это методики развития интеллекта различные. Ну и другие программы. Я считаю, что школьному образованию принадлежит будущее. Не оставил без внимания педфорум и губернатор. Он посетил выставку и выступил перед учителями. Доклад он начал с благодарности руководителям, педагогам и административным работникам образовательных организаций за усилия, которые те приложили в подготовке к новому учебному году. В числе первостепенных задач в сфере образования Сергей Морозов назвал патриотическое воспитание, развитие интереса к чтению и охрану, здоровью школьников и профориентацию старшеклассников. Глава региона призвал также педагогов усилить мотивацию выпускников поступать в ульяновские вузы. Областное министерство образования составит рейтинг образовательных организаций по показателям поступления в наши университеты и по итогам этого списка через год проведут конкурс по оказанию грантовой поддержки школ, которые направили выпускников в наши университеты. Сергей Морозов обратил внимание участников пленарного заседания и на повышение престижности труда преподавателей, поддержку молодых педагогов и возможность ипотеки для работников бюджетной сферы. Завтра в образовательных заведениях области стартует новый учебный сезон. В школах торжественные линейки начнутся с гимна и поднятия государственных флагов. Далее пройдут тематические уроки «Моя малая родина», участие в которых примут многодетные семьи, известные и почетные горожане, жители Ульяновской области, а также дети, совершившие героические поступки. В центрах детского творчества состоятся дни открытых дверей, будут работать музеи, а 3 сентября – десятая годовщина со дня трагических событий в Беслане и в День памяти жертв терроризма во всех общеобразовательных учреждениях будут проведены тематические уроки, посвященные этой дате. Участки дорог, по которым пройдут школьные маршруты, практически готовы к эксплуатации. Их проверили комиссии из Минобразования, Госавтоинспекции, областной администрации. К завтрашнего дню обещают завершить все работы. Виктор Топорков не первый год возит школьников в Майинский лицей. Как говорится, водитель со стажем, поэтому и доверили ему самое ценное – детей. Говорит, раньше о комфорте и безопасности на муниципальных дорогах не думали. Теперь все по-другому. Было плохо, вообще дорога разбита, вся была вообще невозможная. Ну и сейчас вот ремонтировали, более-менее не было. По поручению губернатора Ульяновской области ежегодно эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, по которым проходят школьные автобусные маршруты, уделяется первостепенное значение. Одна из таких трасс – Майна-Визовка-Гимова. Здесь все работы уже завершены. В текущем году у силы подрядной организации «Осенбирск Автодор» выполнены работы на данной автомобильной дороге по устройству выравнивающей слоя на протяженности 1,4 километра, ориентировочно на сумму 4 миллиона рублей. В настоящее время безопасный проезд на данном маршруте обеспечен. Всего же на территории Майинского района 33 школьных маршрута. Перевозят более 400 детей. И все дороги готовы к началу учебного года. В этом году выполнен огромный объем работ по приведению в надлежащий вид школьных маршрутов. На сегодняшний день все 33 школьных маршрута принято в полном объеме. Кроме того, в эти дни завершаются работы и на оставшихся 8 участках автодорог. Всего же по области было отремонтировано 38 километров дорожного полотна на общую сумму 180 миллионов рублей. Вопросы медицинского обслуживания населения в связи с появлением новых городских микрорайонов обсуждались в ходе совещания с участием губернатора Сергея Морозова на этой неделе. И проходило оно на базе поликлиники при детской горбольнице номер 3, которая расположена в Дальнем Засвияже и является одной из самых загруженных. Частично нагрузка на медучреждения этого микрорайона была снята двумя новыми кабинетами врача общей практики для обслуживания взрослого населения. И в настоящее время разрабатывается проект новой детской лечебницы. А через год появится там еще филиал четвертой поликлиники. Мы не говорим об одной поликлинике, мы говорим о комплексе поликлинических учреждений. То есть в первую очередь это поликлиника на Аблуково, которая будет открыта уже буквально в сентябре в рамках проекта «Доктор рядом» и которая будет обслуживать около 20 тысяч взрослого населения. Во вторую очередь мы говорим о том, что будут открыты еще ряд поликлинических отделений, как детских, так и взрослых. 90 лет исполнилось Ивану Васильевичу Будникову, ветеран Великой Отечественной войны, народный судья, обладатель госнаграды за безупречную службу. Мои коллеги побывали в гостях у юбиляра и узнали несколько интересных историй из биографии долгожителей. Кузоватовский базар на Сызганские и Инзинские суды, а с 1966 года Ульяновский областной суд. Началось все, вспоминает юбиляр, еще в школе. В 1942 году, заканчивая 10 класс, он возмутился. Прокурор района и его приближенные питались как короли, в то время как остальные голодали. Секретарь райкома разговор тот запомнил. И спустя два года, когда юного борца за справедливость комиссовали с фронта из-за ранения, его тут же позвали на службу. Неопытному тогда помощнику прокурора пришлось не сладко. К нему шли даже с семейными ссорами. Затем уголовная практика, учеба. И в конце 40-х Ивана Будникова выбирают народным судьей. За опыт, а главное за справедливость. Однажды, рассказывает Иван Васильевич, пришлось ему судить рецидивиста, что терроризировал все село, а в итоге убил своего отца. Даже брат виновного просил смертной казни. И судья вынес приговор о высшей мере. Сказать слово «приговорил», ну вот кому? Не могу сказать никак. Еле-еле я это закончил. Тяжело очень, очень тяжело. И только близкие знали, чего стоила судья его работа. Дочь Валентина вспоминает, отец был очень строг, снаружи, но не внутри. С такой профессией иначе и быть не могло. Для нее папа всегда был и остается примером. В детстве, мечтая, она не раз видела себя в зале суда с заветным молоточком в руке. Иногда рассказывала, я его расспрашивала. Я, в принципе, в школе хорошо училась. И, ну, как бы, маме сказала, что я тоже хочу быть судьей. Ну, как бы, вот она, но она видела, что эта работа очень такая, ну, как бы, нервная. Она говорит, достаточно нам одного судьи. Ну, в общем, я говорю, тогда я буду врачом. 30 лет он вершил судьбы людей. И профессию свою Иван Васильевич менять не собирается. Он до сих пор судья для своих семейных. По стопам деда пошли внук и внучка. Они юристы. И вскоре Будниковы соберутся за одним столом. Сладкий арбуз уже ждет своего часа. Продолжаем выпуск. Если жилой дом является архитектурным памятником, власти помогут с его реставрацией. Или даже с внутренним ремонтом. Вот такое решение приняли в правительстве региона. Исторически ценных зданий в области немало. Их жители постоянно сталкиваются с определенными проблемами. В исторической части Ульяновска, в районе улиц Лево-Толстого, Ленина и Железной дивизии, только памятников регионального значения более 20. Многие здания нуждаются в ремонте. Однако проводить реставрацию имеет право далеко не каждая строительная организация. Проводить ремонт старинных зданий с памятными табличками или без, могут лишь организации, которые имеют право на работу с объектами культурного наследия. По крайней мере, когда речь идет о фасадах зданий. Мы вынуждены в прошлом году уже были поменять окна. А на лицевую сторону у меня сын купил уже на 150 тысяч вот эти арочные окна, деревянные. Анна Гвоздикова стала известна в 80-е годы. Их семья с четырьмя своими детьми усыновила еще 10 ребят из детдома. Как раз тогда большой семье и предоставили просторный дом в исторической части города. Все бы ничего, но ремонт давно требуется. Уже снял сворот, потому что иначе оно уже могло, видите, упасть. Вот в эти элементы. И он уже вот приготовил, ну, новые, как говорится, как их назвать, не знаю, архитектурные эти украшения. Сложно сказать, компенсируют ли Гвоздиковым затраты на эту работу. Но на ремонт крыши и приведение в порядок фасада владельцы дома рассчитывают не без оснований. При наличии пакета документов, те же заявители, которые те же граждане, которые проживают в данных домах, имеют полное право обратить соответствующие заявки в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области для возмещения затрат. Эта программа предназначена для того, чтобы поддержать непосредственно малоимущих граждан, в том числе юридических лиц, на приведение фасада, в том числе на разработку проектно-сметной документации. Однако до того, как подать документы, необходимо правильно их оформить и не забывать о том, что далеко не каждая организация имеет право ремонтировать уникальные здания. Впрочем, об особенностях своих жилищ их жильцы наверняка уже имеют представление. Русское географическое общество составило список затопленных в Куйбышском водохранилище церквей. В него вошли 18 храмов, половина из них каменные, а половина деревянные. Криведы решили собрать о них подробную информацию и внести в реестр. Работа ведется по двум направлениям. Одни специалисты копаются в архивах и музеях, анализируя документы, а другие занимаются сбором данных на месте затопления. Первую подводную экспедицию ученые вместе со спасателями устроили в марте, в Старомаинском районе, на местах затопленных Александра Невской и Николаевской церквей. Нашли тогда немного артефактов и установили точное местоположение сооружения. Вторую экспедицию организовали 22 августа в Сенгелеевском районе. Искали остатки Покровского собора. На этот раз обошлось без экстрима, на трехметровой глубине и при поддержке службы МЧС. В Сенгелеевском заливе ищут Покровский собор. Его фото сохранилось в местном музее. Именно так выглядела святыня в начале прошлого века. К тому времени ее заново отстроили после пожара. И вот в 1814 году здесь построили уже новый каменный храм, Покровский собор. А в 1880 году ему пристроили две часовни. Кирпичная святыня простояла до середины 20 века. Ее разрушили, когда сооружали Куйбышевское водохранилище. Ульяновские географы решили найти обломки собора. Ради этого пригласили специальный поисковый отряд из Казани. Сейчас наша съемочная группа движется к той точке, откуда состоится погружение подводников. Водолазы будут искать Покровский собор, который был затоплен в середине 50-х годов. Причина строительства Куйбышевского водохранилища. Для казанских ихтиандров глубина в три метра – это цветочки. Несмотря на это, поисковики все же изрядно попотели. Аквонавты два часа исследовали дно. Поначалу им не везло. Пойманный рак не в счет. Найденные камни тоже. На тех точках, на которых мы сейчас стоим, пока никаких результатов нет. Хотя есть какие-то части фундамента. Я думаю, может быть, это действительно те камни, которые, когда делают эту прибрежную зону, может быть, они туда были занесены. Позже подводникам попались камни, похожие на куски кирпича. Нашлись над ней и другие артефакты. Это фрагменты неизвестных железных изделий. Ученые пока воздерживаются от комментариев. Более подробное такое детальное предназначение этих изделий мы сейчас пока не можем определить. Нужны специальные исследования, которые нам должны предсказать, что же это такое было. Артефакты отправят для изучения в археологическую лабораторию. А вот насчет обломков собора у исследователей гораздо больше определенности. Ну, понятно, что перед затоплением собор взорвали, и поэтому каких-то больших остатков мы не нашли. Но вот те россыпи мелкого битого кирпича, красного, старинного, которые мы обнаружили, не позволяют говорить о том, что на самом деле здесь был собор. Впрочем, версия-то также нуждается в проверке. Рядом с храмом, по словам краеведов, были какие-то постройки. И перед затоплением здесь ломали все. Тем не менее, вполне вероятно, что обломки все же принадлежат храму. Эти экспедиции, как вы уже поняли, устраивают Ульяновское отделение Русского географического общества. Этот филиал возродился в 2009 году на базе Естественного географического факультета Педуниверситета. Руководителем является доцент кафедры географии Александр Золотов. В координационные и попечительские советы входят представители областного правительства. Сейчас в отделении около 150 участников. Среди них много ульяновских путешественников и краеведов, которым интересно изучать мир и делиться своими впечатлениями с другими. Филиал географического общества устраивает интересные проекты и акции, которые привлекают внимание земляков к истории края, его географии и проблемам окружающей среды. Экспедиция под названием «К истоку» финишировала на этой неделе. Девять дней в пути более трех тысяч километров дорог, путешествие к истоку Волги, наконец-то подошло к концу. Ребята посетили множество городов, в каждом из которых устраивали фотовыставки на открытом воздухе и общались с местными жителями. Цели и задачи у каждого из участников были свои. Например, Алексей Марховец, инициатор и организатор экспедиции, хотел показать красоту и величие реки, а Олег Айсов, отец четырех детей, ставил перед собой пропаганду семейных ценностей. Встречались с семьями, пропагандировали на личном примере, то есть я с моими детьми путешествовал, пропагандировали такой семейный образ жизни, пропагандировали за отцов, которые занимаются своими детьми. Ну и во многих городах мы обсуждали с представителями правительства вопросы такие, как семейный туризм, как с семьям путешествовать в различные города. Сегодня во Владимирском саду откроется выставка, на которой будут представлены снимки, сделанные во время этой экспедиции. Мордовская свадьба украсила межрегиональный фольклорный фестиваль. Впервые на празднике Мастаравань-Мород провели древний свадебный обряд. Интерактивные и концертные площадки по традиции развернулись в селе Кивать, Кузоватовского района. Песни Матери-Земли звучат наперебой. Национальным мордовским коллективом подпевают армяне, татары, чуваши. Праздник очень замечательный, разнообразный, красочный. Национальные костюмы, артисты, национальные песни, танцы, игры, борьба. Все здесь национальное. Я много лет приезжаю сюда уже, и организаторы очень разнообразно все это делают. Люди приезжают со всей области, дети и вообще как бы много людей собирается со всей области. Пока любители фольклора распеваются, гости разминаются. На фестивальных площадках выбирают лучшего медведя, того, кому бревно поднять не в тягость. Ловкие и смелые испытали себя еще и в стрельбе из лука, метании топора и деревянного меча. Это возрождение традиций. Но в то же время тут многие состязания – это старинные забавы, которые вплоть до недавнего времени в селах существовали и пользуются популярностью. Это набор охотника традиционный. Нож, топор, копье. От поединков гостей отвлекла только яркая свадьба. Михаил и Олеся Голубкины после светской церемонии вступили на молильную площадку. Это первый свадебный обряд в этнодеревне. Молодые поклонились покровительнице семьи и зажгли родовую свечу. А провести следующий ритуал помогли почетные гости. На камень силы по традиции первым присел глава многодетного семейства. Губернатор пожелал новообрачным детородной силы. И одновременно говорим огромное слово благодарности всем организаторам этого замечательного фестиваля за то, что они ни на один день, ни на одну минуту не забывают о своих исторических корнях, о своих традициях. И если вот так у нас всегда будет, то у нас будет и мир, и достаток, и спокойствие. Для Питаевых семейное богатство – собственные дети. Растят четверых. На праздничную сцену они поднялись многодетной семьей, а спустились – миллионерами. За рождение двойней глава губернии вручил им соответствующий сертификат. Этот миллион рублей многодетные родители вложат в новое жилье. В Ульяновске прошел еще один национальный фестиваль, но уже еврейской культуры, который называется «На крыльях мечты». Участники мероприятия, помимо культурной программы, заложили символичный камень в основании будущего национального центра. Глава региона, который присутствовал на открытии фестиваля, отметил, что еврейская автономия активно ведет пропаганду культуры и межнационального общения в нашей области. Крепкие дружеские связи, которые объединяли и объединяют народы, живущие на территории Симбирской и Ульяновской земли, выстраивались веками. Они достались нам такими, какими они сегодня есть от предшествующих поколений и стали одним из главных духовных богатств. По словам представителей общины, строительство культурного центра начнется в ближайшее время. В нем расположится синагога, благотворительная столовая, детский сад и воскресная школа. Будут также библиотеки, учебные классы и музей национальной еврейской истории. Филиал Нью-Йоркской киноакадемии могут открыть в Ульяновске. С таким предложением выступили организаторы летней третьей киношколы. Как и раньше, она прошла в Старомайинском районе, вот только этот сезон приобрел уже международный статус. Мастер-классы новичкам киноиндустрии преподавали профессионалы Голливуда. Приготовились. Снимаем. Привет. Ты сегодня такая красивая. За пять съемочных дней короткометражная комедия вырастает в поучительную драму. Правда, снимает ее пока на любительскую фототехнику. А вот в том, что происходит по ту сторону экрана, помогают разобраться профессионалы. Я уже второй раз на летней киношколе. Мне нравится здесь атмосфера этого места. Потому что в городе как-то сложно себя заставить что-то взять, снимать. Много дел. Я, например, учился в УЗИ, в этом году закончил. А здесь вот это место как бы существует отдельно от всего остального мира. В Лос-Анджелесе он на время оставил совместный проект со сценаристом секретных материалов Полом Брауном. Здесь Роман Макушев учит киношкольников правильно подбирать героев и выстраивать драматургию. Понимаете, возникает такая петля времени на самом деле. Потому что мы как бы приходим в Голливуд, чтобы почерпнуть то, что там выросло на почве того зерна, которое было заложено, опять же, советскими, российскими кинематографистами. Просто в России, к сожалению, сейчас, на данный момент, да, вот этой школы нету на самом деле. Вот то, что мы называем российской киношколой, ее пока нету. Нет и самой системы киноиндустрии, да. Это вам скажет любой профессионал. Есть одиночки. Секреты успеха западной киноиндустрии продолжают раскрывать уже голливудские продюсеры. Мало кто знает, Руслан Витринюк родился в Ульяновске. Не один год добивался признания в столице, а потом и за океаном. Теперь продюсер подсказывает юным землякам, как получить прибыль с малобюджетной картины. Сначала очень многое не получается. И бывают моменты, когда опускаются руки. Вот никогда не нужно допускать этого состояния. И если даже это приходит в голову, нужно помнить вот эту фразу. Если человек теряет деньги, он ничего не теряет. Если человек теряет здоровье, он теряет на 50%. Но если человек теряет веру, он теряет все. Поэтому нужно верить. Не теряют веру и организаторы киношколы. Уже в следующем году они надеются сделать советы голливудских профессионалов доступнее. Я полечу в Лос-Анджелес в этом году и буду заключать, планирую заключать соглашение о том, чтобы сюда, именно здесь, именно в Ульяновск, сделать поволжский филиал New York Film Academy. То есть Нью-Йоркская киноакадемия. И я надеюсь, что это все действительно случится. И мы в Ульяновске приземлим очень интересный и культурный инвестиционный проект. А пока с русского берега молодые киноманы увозят бесценные записи и гигабайты собственного видео. Впереди озвучка и монтаж. В итоге должно получиться несколько самых настоящих, пусть и короткометражных фильмов. На суд зрителя картина предстанет уже осенью. В парке Владимирский сад. На льду в «Волгоспорт-арене» прошел необычный матч. Первой на площадку вышла команда областного правительства, а противостояла ей сборная команд ночной лиги. Вот видно на кадрах, как обе команды прикидывают силы. Раскладка как по физическим способностям, так и по рвению в бой. Нет. Если мы играем в ночной лиге, там никто никого не щадит. Девиз у нас после 22.00. Пожалуйста, всю ночь можешь играть в хоккей с мячом. У губернатора готовность номер один. Он в составе правительственной команды, но вначале на путь к проекту «Ночная лига». За короткое время удалось создать три подгруппы. Профессионалы, любители и чайники. Занимайтесь, любите и будете побеждать. Да здравствует русский хоккей, да здравствует Россия, да здравствует победа. Команда правительства сразу оказалась в роли догоняющей, но выручила профессиональное усиление. Вначале Андрей Савосин сравнял счет, затем Николай Афанасенко вывел дружину вперед. Успех мог закрепить глава региона, однако первый удар пришелся мимо ворот. Не удался и були. Команда правительства Ульяновской области выполняет Сергеем Ивановичем Морозовым. Вышли на 11-11 и чуть-чуть не начали ходить, но Масич сразу проделся. Второй танк чем-то напомнил качели. Обе команды забивали попеременно, но в итоге министры все же удержали победный счет. 6-4 в пользу команды областного правительства. На этом все. Вы смотрели итоговая программа «Вести Ульяновск». С наступающим учебным Новым годом. Всего доброго. До встречи в следующем воскресенье. Субтитры создавал DimaTorzok